Чтобы представить объективную картину о качестве работы многофункционального центра, достаточно не предупреждать его руководство о приезде съемочной группы и провести что-то наподобие экзит-пула, задавать вопросы людям сразу на выходе из МФЦ. Сколько пришлось ждать? Сегодня час, а до этого два часа ждал на прошлой неделе. Долговато, я успел сделать все домашнее задание по английскому языку. По некоторым документам иногда приходится ездить в другие места. То есть не все в одно окно, как должно быть. У нас все гладко прошло, все замечательно. По интернету записались в предварительную очередь, подали документы. Сейчас пришла, все изъяснили, все доступно. Хотелось бы вообще без очередей, но в принципе нормально. На социологическое исследование такой опрос, конечно, не тянет, но общую картину вырисовывает в понятных чертах. В одном из краснодарских центров по оказанию государственных и муниципальных услуг чаще всего посетители жалуются на очереди и сложности с парковкой. В общем, на то, с чем многофункциональные центры и должны бороться по своему определению. И такие каламбуры вовсе не смешны, заявляет губернатор Александр Ткачев на совещании по развитию МФЦ в Краснодарском крае. Сеть центров создавали для того, чтобы избавить людей от утомительного стояния в очередях и бесконечной беготни за справками и бумажками. Стесняться бороться с пережитками прошлого, с современными технологиями не надо, обращается Александр Ткачев к главам районов, городов и остальным ответственным работникам. И призвал всех идти в сеть. Нужно менять подход к работе, особенно в плане мониторинга и отчетов по качеству. Это не должно быть просто формальностью. Отсутствие официальных жалоб еще не значит, что все прекрасно. Вы не хуже меня знаете, люди не всегда жалуются официально. Кто-то предпочитает выпустить пары в интернете и не использовать этот ресурс ради улучшения качества работы всей системы МФЦ. МФЦ уверен, это неправильно. Буквально вчера мне дали почитать отчет о том, что пишут в соцсетях жители края о работе МФЦ. Там про все. К сожалению, есть и негативные моменты. Прежде всего, многочасовые очереди. Число обращений в кубанские МФЦ за 4 года выросло в 3 раза. В прошлом году люди приходили в многофункциональные центры 4,5 миллиона раз. И эта цифра, судя по статистике, в 2015-м увеличится. Формат работы, когда для одной нужной справки не приходится получать 10 сопутствующих и в качестве курьера бегать по инстанциям, предсказуемо стал популярным у населения. Но в ближайшей перспективе чиновники и вовсе планируют отказаться от бумажек. МФЦ хотим мы или не хотим, Александр Николаевич, в ближайшие 5-7 лет это уже будет тот самый вариант, который мы будем считать старым. Следующий этап – это, конечно, электронная форма. За этим будущее. Созданы все условия, и очень легко тестируется. То есть, как только вы зарегистрировались на правительственном портале, вы потенциально можете быть потребителем этой услуги, не ходя ни в какие МФЦ. Отказ от бумажных отношений по задумке должен разогнать бюрократическую машину до такого состояния, что человеку достаточно будет нажать кнопку на компьютере и ждать результаты дома. Но пока такая система разрабатывается, все силы надо бросить на улучшение работы многофункциональных центров сейчас, напоминает Александр Ткачев. Как минимум 500 стоек, работающих по принципу одного окна, должны появиться в МФЦ края. Все это в конечном счете ударит по очередям там, где они еще остались. Хуже всего дела идут, а точнее стоят в Крымском, Абширонском районах и Краснодаре. В столице Кубани в среднем ожидание в очереди займет 30 минут. А вот в Крымском и Абширонском районах можно застрять на целый час, когда это время не должно превышать 15 минут. Абширонский район, Андрей Ильич, в чем дело, почему? Этот недостаток уже исправлен. С января подготовлены и приняты на работу недостающие 9 универсальных специалистов, операторов. Таким образом, мы уже довели до 15 количества универсальных окон. И это позволит, безусловно, в феврале прийти к 15 минутам среднего времени ожидания. Так, в 2015 году начали исправляться. Вроде бы тенденция есть, но проверка покажет. Пока они и по среднему времени ожидания в очереди, по количеству, не выполнили норматив 15-го. А в 2014-м не выполнили норматив 14-го. Ну вот, он бодро докладывает нам. Не совсем объективную вещь. Я считаю, что если у нас где-то сбои есть, то внимания самого руководителя района или города, она недостаточна. Вот, собственно, и пожинаем плоды. Сеть многофункциональных центров в Краснодарском крае одна из самых развитых в стране. В каждом районе есть свой МФЦ. В этом году все они подключатся к единой федеральной системе мониторинга. И здесь в очередях счет пойдет на минуты. Каждая лишняя будет учитываться в общем зачете всех центров региона. Поэтому держать руку на секундомере при необходимости придется лично руководителям районов. Обращаю внимание главы администрации на то, что наверняка ваши помощники, заместители во многом и часто втирают очки. Рассказывают, что все замечательно, все здорово и так далее. Да, может быть, два года назад это количество, объем информации, длина очереди, время потраченное, может быть, нас и устраивало. Мы делали первые шаги. Сегодня, если мы приближаемся к европейским стандартам, это уже недостаточно. Люди уже привыкли получать услуги гораздо быстрее, не хотят этого. И там, где есть сбои, конечно, они на это обращают внимание, в социальных сетях и напрямую жалуются и так далее. То есть этот проект, и то, что у нас он развивается достаточно активно, он имеет политическое свойство. Ведь мы, даже сами не замечая, снимаем кучу вопросов, таких текущих и жизненно важных для каждого жителя нашей Кубани. Это огромный помощник наш, вот органов власти на всех уровнях. И коль мы создали эту систему, и в ней, так сказать, люди начали разбираться, опираться на это, пользоваться с удовольствием. И все больше и больше людей вовлекается в это. Чтобы кубанцам было еще проще получать загранпаспорта, оформлять квартиры или оплачивать налоги, на развитие сети многофункциональных центров денег жалеть не будут даже в нынешней экономической ситуации в стране. Если в 2014-м на развитие МФЦ направили 580 миллионов рублей, в этом году выделяют почти 2 миллиарда. Но спрашивать за качество работ будут тоже в три раза больше, пообещал губернатор. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Валерий Пятов, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.